Шалом, физкульт, привет, как я раньше говорил. Извиняюсь за опоздание, потому что вот я сразу вспомнил физкульт, привет. У меня активировалась старая личность, а старая личность у меня всегда опаздывала и была очень спортивная. И вот у меня сегодня, как-то я проснулся утром, именно такой спортивный и начал опаздывать. То есть это все... Помните был когда фильм «Обыкновенное чудо» и там был Леонов, и он говорил, налил им яда, и они говорят, ты же хотел нас отравить. Он говорит, это не я, это мои дены, мои предки, все предки, говорит, это не я. Так очень часто мы как раз, вот первая глава в Торе, когда первый человек одобрешен, он когда с Богом разговаривал, помните, когда он с Богом разговаривал, так он говорит, это не я ела дерево, это все ты, он Богу говорит, и женщина, которую ты мне дал. И вот у нас тоже, опоздал, не чтобы сказать, я опоздал. Нет, я опоздал, потому что, и вот все вот эти вот, потому что объяснение, это все от змея, это змея вина. Это змея, который сейчас сидит внутри нас, и все наши оправдания, они, это только от змея. Представляете? То есть опять на змея свалил, не на себя, а на змея. Хорошо, мы продолжаем изучать эклезиастку Элит. Сейчас, секундочку, я вот закреплю еще один гаджет, телефон, потому что нету у меня, в офисе осталось. Хорошо, друзья, зато сегодня я очень энергичен, будет сегодня интересный и веселый урок. Я думаю, потому что обычно, когда я энергичен, то очень получается хороший урок. Вот, сейчас я установлю телефон, зарядно, без подставки. Смотрите, видите, как я хорошо придумал, поделюсь опытом, как можно сделать. Видите, в стакан вставил, вот и подставка. Все, вот, подставочка есть, телефоны. Если вдруг у вас не будет когда-нибудь подставки, нужно будет использовать. Можете использовать мое изобретение. Итак, мы дошли, седьмая глава. Седьмая глава. Я для себя, кстати, открыл очень классный способ еще. Вот эту книгу, комментарий на Коэлит написал Раф Замир Коэн. И есть его цикл уроков на иврите, цикловые уроки по книге Коэлит на ютюбе. Я вот раньше, когда ночью просыпался, я не знал часто, ну, там, засыпал после этого, но как-то вот этот процесс засыпания, все время я выдумывал какие-то дополнительные себе инструменты, чтобы занять свою мысль и уснуть. А сейчас я просто ставлю, включая уроки Раф Замир Коэна. И я то время, пока еще не уснул, я слушаю прекрасный урок Торы Коэлит. И даже если я, бывало, не засыпал, то это время, это лучшее время, которое только может быть, вы изучаете Тору. Поэтому, у кого есть бессонница, очень рекомендую этот способ. Если вы ночью проснулись, вместо того, чтобы лежать и думать, почему я не сплю, почему мне так не повезло, почему, 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 вы вместо этого слушаете урок Торы какой-то, да, и вы или заснете, процентов 90 случаев вы заснете, или же вы, как минимум, чему-то научитесь полезному, что, что вам, в принципе, жизнь улучшит. Потому что человек не спит, это его мозг, он работает в режиме, что что-то, что-то, значит, вам нужно, вы просто не можете понять, что вам нужно. Значит, мы дошли до седьмой главы, закончили на том, что, мы закончили на том, что, когда у вас есть и хохма, божественная мудрость, она вам дает, дает вам и возможность зарабатывать деньги, потому что как в тени хохмы, в тени мудрости, как в тени денег. И есть, которые объясняют, что если ты стал мудрым, так действительно ты сможешь заработать в любой ситуации. Есть, которые объясняют, что мудрость дает то же самое, для чего людям нужны деньги. То есть, и так, и так, ты получаешь эффектом, то есть, у тебя то же самое от мудрости, что и от денег. Но есть преимущество у мудрости, она еще дает тебе вечную жизнь, потому что божественная мудрость, имеется в виду та мудрость, которую мы изучаем. Она дает еще божественную вечную жизнь и дает еще что? Выживание. Потому что я много людей знал, очень богатых, которые именно из-за того, что у них было богатство, они вели очень разгульный образ жизни и рано умирали. Получается, что деньги им дали возможность. Эта возможность, они ее использовали во вред себе. И, получается, деньги были им вовред себе. Если бы они были мудрыми, они бы все равно бы продолжали, имея деньги, вести здоровый образ жизни. Тринадцатый отрывок. Он говорит, посмотри на дела Бога Всесильного. То есть, весь мир, который мы наблюдаем, это дела Бога Всесильного. Вот он говорит, посмотри на него, на дела Бога Всесильного. И задай себе вопрос, кто может исправить ми юхаль литакен, кто может исправить? Это шер и в то, что Бог искривил. То есть, есть люди, которые возмущаются тем, что им не нравится, как Бог управляет миром. Они говорят, ну вот не нравится нам. В Африке слишком жарко, на севере слишком холодно. В Африке слишком жарко, поэтому люди там от голода, некоторые умирают. Я видел вчера в интернете случайно, там одна женщина поехала, вот ей хотелось в Африку поехать посмотреть, как там живут. И она говорит, меня больше всего удивило, что там воды-то нет. И она поехала куда-то вглубь такую и показывает, как люди моют голову. Корова писает, а он голову моет под тем, что она писает. И она говорит, они это, ну, коровьем мочой голову моют. Они, значит, добавляют ее в разную еду, потому что нет воды. Нет воды. Теперь как на это реагировать? Кто-то скажет, все, жить не могу, глобальное потепление, у меня теперь бессонница и гола болит. А Цепсалон говорит, кто может исправить то, что Бог искривил? Это его мир, он это сделал. Куда ты лезешь со своими возмущениями? Я слышал, вот Равзе Миракойна, он приводил пример. Был такой великий каббалист, который там жил три поколения назад. Есть его книга, книга называется «Разговор с душами». О, с душами. Руах – это душа, видите, одна из частей души. Он говорит, это был человек, который был настолько высок в своих познаниях мира духовного, что он мог разговаривать с душами и так далее. И вот бывало, что души вот эти есть, эти души непрекаянные, которые вследствие своих грехов не могут выйти из этого мира. И они как бы остаются в этом мире, они, ну так их называют, непрекаянные. Они и туда не могут попасть в духовный мир, и исчезнуть они не могут. И, в общем, сложная у них ситуация у этих душ. И вот такие души периодически, они попадали в тела других людей, заходили, через них говорили, это называется, сегодня это называется сумасшествие. А раньше они как-то отделяли вот этот нюанс и видели, что это именно душа зашла. И вот он как-то разговаривал с такой душой, которая зашла в чужое тело. И он говорит, кто ты? Тот говорит, я, говорит, в той жизни я был очень, ну в общем, он был гомосексуалистом. И он был очень красивый юноша, который, который его, ну в общем, он был гомосексуалистом. И он за свои вот эти вот поведения, он очень много людей, он говорит, я много людей совратил. Теперь на вот это уже самое. Говорит, и сейчас у меня вот этот был сложный мой период, и они прикаянные. Но сейчас, говорит, мне разрешили еще раз воплотиться, чтобы я в этом мире прошел еще раз свой жизненный путь и исправил то, что я тогда не доделал. Так он говорит, я попросил, чтобы я родился уже таким, там, ну, там, ну, он говорит, что некрасивым, но это можно понять и как инвалидом, да? Чтобы родиться инвалидом, чтобы уже не согрешить точно то, что я делал вот в той жизни. То есть, я, говорит, готов пройти жизненный путь в очень, как бы, по материальным меркам ужасном теле, неудобном и страдальческом, но только, чтобы больше не согрешить вот то, что я сделал. Потому что я понимаю, что жизненный путь, он всего лишь там несколько десятков лет, а вечность это вечность. И я, значит, попросил, чтобы меня вот в такое скремленное тело дали. То есть, если мы иногда видим какие-то вещи, которые нам непонятные, которые нам не влазят в голову, как так может быть, то, что Бог, Творец Мироздания, Он миром всем, Он сделал мир, сделал законы, в общем-то, все живут. Человек рождается, каждый маленький ребенок, он в детстве, первый год, дико уязвимый. И раньше было 50% детская смертность до года, всего лишь 100 лет назад. А что сейчас? А сейчас детская смертность до года 0,49% в среднем по миру. Значит же, мы видим, что Всевышний добрый, Всевышний милостивый. Мы живем в прекрасное время. В 100 раз снизился вероятность того, что ребенок умрет до года. В 100 раз уменьшилось. Значит, Бог же добрый. А почему раньше было, что такая детская смертность, вы спросите? А чем этот вопрос поможет? Говорит царь Саамон. Посмотри Маосе Айлаим, посмотри Дело Всесильного. Все мироздание работает, как часы. Кто может исправить то, что искривлено? Чего ты зацепился за какие-то нюансы, которые искривлены? И ты же тем, что ты зацепился, ты же сам себе ухудшаешь ситуацию. Дальше. Бьем то, а я бы то. Он говорит, когда день хороший, будь в добре. Он говорит, когда день хороший, погрузись в это хорошее. Погрузись в него на 100%. Если тебе сейчас хорошо, что ты ищешь там, где плохо? Зачем тебе смотреть фильмы ужасов? Зачем тебе думать о том, что было плохо вчера или будет плохо завтра? Говорит он в 14-й отрывок. Бьем то, а в день хороший, и я бы то. Будь в добре. Будь в этом хорошем. Бьем ра. В день плохой. Ре. Посмотри. Гамы дзе, люма дзе, а са и ла им. Это, напротив этого, сделал всесильный. Альдебрад шилой имца адам, а харам ма ума. Значит, сейчас, секундочку, мне надо посмотреть. Давайте я вам просто переведу, как объясняет Равзамирко. Бьем то, а я бы то. В день хороший, будь в добре. Шарей то, в лиха айом. Ведь тебе хорошо сегодня, он говорит. Так, будь в добре в этом. Бьем ра, в день плохой. В этот день тебе тяжело, чувствуя добро, когда тебе плохо. Да, в этот день. Реально бывают плохие дни. Ре. Идбанен. Тогда посмотри, как бы углубись, вникни. Гам эдзе. Йом ра, плохой день. Люма дзе. Напротив дня хорошего. Сделал всесильный. Мемену идбарах ба аколь вело бомикре. От него, от всесильного, все приходит. От него, от благословенного, все приходит. И не случайно. Аль дибрат, это за вещь. Какую-то лиман. Шило им саадам. Это пришло за что-то. То есть, оно не пришло просто так. Это мир причинно-следственных связей. Оно пришло за что-то. Шило им саадам. Ахараб бе узгу. Это улам бе ума. Значит, вот так вот. Что имеется в виду? Что не найдет человек после себя ничего. Когда человек выходит из этого мира, проходит свой жизненный путь, должен очень счет подравняться. Все должно прийти в равновесие. Значит, вот живет человек. Какой-нибудь мистер Икс. Агент 007. Значит, агент 007, он по ходу своей жизни спасает несколько раз мир. Спасает миллионы человек, делает доброе дело. По ходу дела он убивает, чтобы спасти мир, тысячи человек. И он спас миллион. Тысячу убил. И среди пять тысяч, которых он убил, затесалось 200, которые вообще были ни в чем не виновны. Ну, случайно. То есть, убивал бандитов, чтобы спасти мир. А убил несколько человек, которые рядом стояли. Теперь, по ходу дела, он 10 раз женился, 10 раз развелся. И еще 10 раз с замужними женщинами вступил в отношения. Как посчитать вообще его все вот эти причинно-следственные связи? Значит, у него бывают дни, Мартини сводкает, там все отлично, все у него хорошо. Бывают дни плохо. Так проходит его жизнь. Главное, чтобы к концу жизни все его хорошие дела были оплачены. То есть, если у него больше хороших дел, значит, он пойдет в рай. И там у него будет вечная награда за добро, которое он сделал, за спасение мира. Но за плохие дела он должен получить раздачу в этом мире, потому что, значит, чтобы было честно. И он, у него там последние 5 лет жизни, он провел в доме престарелых, никто к нему не приходил. Был там слепой, глухой и, значит, и немой. Например, другой вариант. Он был злодей наоборот. Он миллион человек убил. Павло Эскобар. Миллион человек убил, там тысячу человек убил, а 20 тысяч человек дал жилье. Но в итоге у него плохой счет. Или у него счет плохой, он не проходит в рай. Все. Суд к нему исчезнет. Но он же хорошие дела делал. И он до своих 42 лет, когда его убили, живет в раю. У него все вообще в райской жизни. Он кайфует каждый день с утра до ночи, кайфует, кайфует, кайфует. Потом бах, жизнь закончилась. Он даже в ад не попадает. То есть, он исчезает. Полное исчезновение. То есть, он говорит, когда тебе хорошо, радуйся. Когда тебе плохо, вдумайся, что плохое и хорошее сделают все сильные. Не случайно. И для того, чтобы человек пришел, когда он уходит из этого мира, чтобы он ничего за собой не оставил, неоплаченных счетов. 15-й отрывок. Аколя Раити Байме Эмли. Царь Самон говорит. Все я видел в дни своего пара, да, своей иллюзии. То есть, я, говорит, жил, наблюдал, изучал, смотрел, рассматривал, смотрел на разные варианты. Все он говорит. Все я видел. Разные ситуации. И ешь цадик о вэббэцитко. Он говорит. И есть, видел я такое, что человек праведник. Он пропадает в своей праведности. Вы ешь раша. А есть злодей. Морих барато. Есть злодей, который продлевает жизни в своем зле. Он говорит, видал такое, да, ну, то есть, говорит, а что сделать? Так Всевышний сделал. Система больше, чем мы можем представить. Мы видим всегда кусочек. Мы не видим все. Поэтому, поэтому, я вам расскажу сейчас один пример, который является, ну, вот, прямо иллюстрирует вот эту вот идею, которую мы сейчас услышали. Значит, есть такой второй момент. Был великий-великий мудрец в Торе. Звали его Раби Атива. История Раби Ативы, это просто, как сказать, ее можно изучать, каждую деталь этой истории. В ней раскрываются очень много законов, каждой детали его истории. Он жил две тысячи лет назад, Раби Атива. Он был сыном принявших иудаизм. Так про него сообщается в первом же таком, когда о нем говорится. Что Раби Атива, он был Бен-Герим. Он был сыном принявших иудаизм. Атива Бен-Юсефа его звали. Его папа, значит, звали Юсеф. И он был пастух. Очень, кстати, интересная деталь. Потому что и Авраам был пастух. И Цкак был пастух. И Яков был пастух. И Машар-Абейну был пастух. То есть, я говорю, что кто хочет духовных, высоких таких достижений, нужно обязательно купить себе овечек. Я вот планирую сделать какое-то ранчо такое в Израиле с Божьей помощью. Ваекра. Ранчо, кстати, кто хочет пересоединиться. Давайте сделаем проектик такой. Сделаем такой вот как шатры, овечки. Можно будет приехать и прочувствовать как раз тех местах, где жил Авраам, Искак, Яков. Про отцы, где царь Давид пас овец. Можно, кстати, здесь сделать это недалеко от Иерусалима, где царь Давид был пастухом. И вот просто попасти недельку овец, мне кажется, что откроются какие-то совершенно невероятные знания и постижения. Кто хочет участвовать, Якова Шатабина, обращайтесь. Значит, сделаем такой проект. Ранчо, Ваекра. Типа, стань царем Давидом. Или что-нибудь такое. Хорошо, значит, Раби Акива тоже был пастухом. И вот ему было тогда где-то уже за 30 лет, его увидела дочь олигарха. Папа ее был Кальба Саво, один из трех самых богатых людей в Израиле, в Иерусалиме. И она его увидела, увидела его огромный потенциал. Я сейчас пропускаю. Она сейчас это не интересует. Его жизнь в разделе, как понять, почему исправенник ему плохо и злодей ему хорошо. В итоге, в 120 лет, Раби Акива и других мудрецов римляне казнили. Почему многие спрашивают, почему евреи не стали крестьянами? Потому что, ну, это было, Раби Акива, он был через, там, получается, лет 40 после того, как распяли креста. Вот 10 великих мудрецов, самых больших евреских мудрецов, римляне взяли и убили жестоко. И вот, когда римляне убивали Раби Акива, они его убивали, раздирали его ключами такими, да? А Раби Акива, он смеялся. Его ученики, которые наблюдали за этой казнью, они говорят, учитель наш, это Тора, это награда за Тору. Ты самый великий мудрец, ты всю жизнь учил и обучал Торе. И вот сейчас у тебя такая смерть, он им говорит, я, говорит, всю жизнь об этом мечтал. Я, когда говорил, Шмай Исраэль, значит, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой и всеми силами твоими. И всей душой, это значит, будь готов ради Всевышнего отдать душу. Так вот, я сейчас отдаю свою душу, я ухожу из этого мира, меня убивают за то, что я служу Всевышнему. Говорит, как же мне не радоваться, я всю жизнь об этом дважды в день говорил, Шмай Исраэль. Такой у него был позитивный подход. И он на этот момент сказал, Шмай Исраэль, Ашамелкена, Ашам Ихад, и на Ихад Бог один, вышла его душа. Это он был один из десяти мудрецов, которых убили римляне, и про их казни как раз мы читаем на Йом-Типур. То есть это очень известная история, поэтому то, что убивали за веру в Бога, так и вреев на всех поколениях. Еще от Авраама Авин его в печку кидали. Это неудивительно, что кого-то убили за любовь к Богу. Талмуд рассказывает, что в это же самое время тот же самый вопрос возник у ангелов к Богу. Что имеется в виду? То есть первый вопрос был со стороны учеников к учителям. И это был вопрос чисто материальный. То есть мы в этом мире стремимся, чтобы было хорошо, чтобы было приятно. И вот он учил Тору, а его убивают. Он говорит, так это же как раз переход, этот же мир он для перехода, я же сейчас рождаюсь. И вот такое рождение уже в духовный мир, это джекпот, я всю жизнь об этом мечтал. То есть все равно все умрут. Ну так что лучше я сейчас бы лежал бы в кровати где-то там в доме престарелых умирал. Нет, меня убивают за любовь ко Всевышнему, это джекпот. Я радуюсь, что меня сейчас убивают, и я в этот момент попадаю, значит, ну то есть это самый мощный такой акт веры и проявления любви ко Всевышнему. И он уходит из этого мира. Значит, так он им, ученикам, передал вот эту часть. Да, ответ на вопрос со стороны этого мира материального. Теперь ему задают вопрос, когда в Талмуде написано, что ангелы спросили Бога, задается вопрос с другой стороны. Со стороны духовного мира, который является причиной всего. А как же Всевышний, который обещал в этой же Шма-Исраэль, что если будете выполнять мои заповеди, я дам вам все в материальном мире. Как же со стороны Всевышнего? Рабиатива, понятно, он внутренне, это был для него акт веры. Но как Всевышний это допустил? Это был вопрос, который выразил Талмуд через вопрос ангелов к Богу. Какой здесь духовный закон работает? И ответил Всевышний им так, написано в Талмуде. Ангелам он ответил так. Какой здесь духовный закон работает? Он им сказал, молчите, говорит, а то я разрушу мир. Значит, человек неподготовленный, который не обладает знаниями предварительными, он подумает, что Бог им не ответил. Он им сказал, я отвечать не буду. Но человек подготовленный, он понял, что это и был ответ Бога, только надо понять ответ Бога. Теперь, чтобы понять ответ Бога, есть два объяснения. Одно объяснение это Магит из Дубна. Был такой Магит из Дубна, Рав Яков Кранц его звали. Он давал тоже Машалим примеры, притчи, чтобы объяснять в глубоке мудрости Торы простым языком для простых людей. Он говорит, был один царь, который, как любой царь, у него была свита, много было помощников, и он любил красиво одеваться. И вот он купил золотую ткань, кусок золотой ткани, и дал портному, чтобы он сделал из этой ткани ему красивый костюм. Портной сделал ему красивый костюм. Царь выходит в этом красивом костюме. Но, как у любого царя, вокруг царя в свете все борются за власть, и люди готовы друг друга сажать живьем. И кто-то говорит царю, ой, вы знаете, у меня я человек опытный, так я вам скажу, что у вас украли половину ткани. Я вам говорю точно, что вот этот ваш портной, которого вы так хвалите, ворюга, и он украл. Он же еврей, вы что не знаете, что ли? Евреям не знаете? Царь говорит, ну не знаю, там разные евреи есть. Есть там евреи, Эйнштейн вроде ничего не крал. Он говорит, есть разные евреи. Есть люди, которые там, ученые много отдавали, почему евреи должны нарывать ткани. Да, я такой не слышал, но говорит, давай я его проверю. Вызывает он этого портного, говорит, есть сведения, что ты украл ткань. Как ты докажешь, что ты не крал ткань? Ну это вообще позиция сложная, потому что доказать, что ты не крал ткань, не может никто. Вот если даже никто сейчас из слушателей этого урока не может доказать, что я не крал ткань. Вот докажите, что вы не крали ткань. Не, невозможно. И вот, значит, этот портной, но он портной был все-таки умный очень человек, опытный тоже, да? И он говорит царю, докажу, докажу сейчас вам, что я не крал ткани. Он говорит, как? Говорит, очень просто. Давайте возьмем сейчас ваш костюм, который я пошил, распорим его по швам. Получится, разложим его как кусти ткани. И я все остатки ткани, которые были, я их сохранил в мешочке, запечатал и отдал к вам вместе с костюмом. Теперь мы берем этот мешочек, открываем, раскладываем те кусочки ткани, которые оставались. И вы увидите, что по размеру будет тот же самый кусок ткани, который вы мне дали. Вот будет мое доказательство, что я не крал ткань. Так Магит из Дубна говорит, когда Бог им сказал, молчите, или я разрушу мир, чтобы вы поняли. То есть ответом является то, что вот этот момент мира, в котором была казнь Раби Ативы, это маленький кусочек огромной-огромной реальности, духовной, материальной, какие-то события, причинно-следственные связи. Вся история до конца времен уже была на небе создана. Теперь он говорит, чтобы вы поняли, почему Раби Ативы убили с духовных законов, нужно полностью мир разложить, как от сотворения мира до окончания мира. А это никто не сможет сделать. Поэтому говорит, доверьтесь, что все справедливо. Это был ответ, ответ был Магида из Дубна, объяснение, что Бог ответил. Второй ответ это был Раф Пинкус. Раф Пинкус, кстати, был великий раввин, который был один из самых великих раввинов за последние 20 лет. И он погиб в канун Песоха, он, жена и дочка ехали на трассе, и они, значит, попали в аварию, и машина сгорела, и они в канун Песоха ушли на небо. А у него было, до этого он писал, что момент, когда у меня было, ну там, просветление такое, да, это был тоже канун Песоха только до этого. То есть он в канун Песоха, он вышел на какую-то большую духовную реальность, и в канун Песоха он ушел из этого материального мира. И он объяснял так. Он говорит, что значит Бог сказал, молчите, или я разрушу мир. Это был следующий ответ, что когда убивали эти 10 великих мудрецов, и они, был из них там, Раби, его звали Раби Ишмаэль, первосвященник, он поднялся на небо и говорит, это постановление. То есть мы могли бы спастись, но, говорит, постановление Всевышнего, что мы должны уйти из этого мира, и они все приняли это с радостью, да, это постановление. Он говорит, почему они приняли это постановление с радостью, почему они, великие мудрецы и праведники, должны были уйти из этого мира. Потому что мир, как мир, как единый организм, он населяется людьми, которые являются все осколками одной души первого человека, Адам Решона. И вот этот первый человек, он сейчас раскололся на 9 миллиардов душ. И каждая душа, это как свеча, которая должна в этом мире вырабатывать какое-то количество духовного света. Потому что в этом смысл того, зачем мы находимся в этом мире. Теперь, если все люди перестают выполнять свою духовную задачу, то этого света становится мало, и мир погружается во тьму, как темные века были такие, да. Теперь, если он погружается во тьму, то у мира не хватает духовного потенциала, чтобы существовать. И в этот момент появляются вот такие вот великие люди, праведники, которые своей жизнью и своей смертью создают столько света, которого хватает, чтобы опять мир получил возможность существовать. И когда ангелы спросили, что может их оставить живых, почему они, эти святые люди, должны сейчас так умирать страшной смертью, Бог говорит, ладно, говорит, я их сейчас оставлю, но тогда я уничтожаю мир, мир заканчивается. То есть они, вот эти вот 10 человек своей смертью мученической за веру в Бога, они искупили, можно сказать, мир на тот момент. Значит, это то, что царь Самон здесь сказал, он говорит, видел я, говорит, много видел я в дни жизни вот этой иллюзорной своей. Есть царик, есть праведник, который потерян в своей праведности, и есть злодеи, которые продлевают свою жизнь в своем зле. И дальше он говорит, следующий совет мы изучим завтра, но он нам дает очень парадоксальный совет, который многие удивляются. Здесь написано, но мы поймем его завтра. Не будь слишком цадиком и не умничай слишком много. Зачем тебе оставаться в безмолвии? Ты что, мы им это в безмолвии? Вот завтра мы поймем, что он нам посоветовал. Это уже идет конкретный совет. Он написал ситуацию и дает конкретный совет. Все, всем удачи, успехов. Вот мы сейчас поучили Тору, сколько нас есть сейчас? 100, 40 и 50. 200 человек. 200 человек создали сейчас духовного света, которого хватит как электростанция, чтобы дать, можно сказать, духовную силу сегодня большей части мира. Спасибо вам огромное, что вы изучаете Тору, что вы хотите двигаться ко Всевышнему, предпринимаете усилия. И это самое ценное. Ради этого Бог создавал мир. И, значит, мы молодцы, то, что выполняем замысел Всевышнего. Все, всем удачи, успехов, хорошего дня. И чтобы духовный свет, который вы создаете, он в первую очередь вам помог хорошо себя чувствовать внутри, чтобы был шалом, чтобы было хорошее внутри состояние, настроение. И дальше, чтобы это благополучие, да, этот шалом, чтобы распространился вокруг вас и, в конце концов, накрыл уже всех злодеев. Субтитры создавал DimaTorzok